Типа, где-нибудь в Америке ты суешься на каком-нибудь фестивале, встречаешь какого-то хиппак, ты поешь мантра, он тебе говорит, а у меня моя мантра, я сам ее придумал. Типа, ты ему говоришь, ну вообще-то вот это хорошо, он говорит, это хорошо для тебя, для меня вот это хорошо, там типа курить. Но это сейчас очень модный тренд, ну как бы человек, который считает, что все в нем, ну и персонализм, отречение. Такой план бытия есть, когда человек с помощью интеллекта осознает свою некую духовную природу, но это не бхакти. Ну, например, в Индии огромное количество там обкуренных или не обкуренных, там обкуренных йогов. Ну, приезжаешь в Харидваре, я помню, часто мы бываем в Гималайе ездим, там в Харидваре живет прямо на берегу Ганги, ба-ба. Он голый всегда, и он всегда курит. Ну и если кто-то хочет покурить, к нему подходит, он всегда с тобой покурит. Никогда не отказывается. Ну вот. С одной стороны, ты понимаешь, что это удивительный человек, который, в принципе, живет голый, и ему, ну как бы этот мир вообще, как бы мир смертных, ну как бы он там сидит на берегу Ганги, в святом месте, он никуда не ломится, ему ничего не нужно, он даже не покупает, ему сами приносит. Он не говорит там, типа, у меня обеденный перерыв, я хочу того, я хочу всего. С одной стороны, можно, конечно, сказать, ну это такой, ну, как бы, любой бы бомж позавидовал. Ну, у него нет родных, близких, у него нет часов, я не уверен, что он знает время, я уверен, что он просыпается. Ну, на самом деле, круто. Я бы, с какой-то стороны, хочу сказать, что я бы с удовольствием пошел бы, может быть, так пару лет. Ну, чисто не как он, но я имею в виду, что вот такой вот жизнью, что ты вот проснулся, там, о, в Гангу зашел, там, типа, хорошо. Три раз там кто-то принес пирожок. Ну, вот, то есть, ну, как бы, это индийские садханы, почитают их, почитают как святых. Ну, ему совершенно без разницы, как ты к нему относишься. Возможно. То есть, есть такой план бытия. В принципе, наверное, вот сейчас многие западные люди, они именно к этому привлечены. Ну, такой гиперэгоист. Вот я частичка в органике. Хотя, если мы будем изучать Бхагава, то мы увидим, что такие святые, как Шабхадеев, Джадабара, они существовали. Ну, которые совершенно были. Но, в общем, такой важный момент. Тоже надо понять. Если мы будем изучать путь всех этих святых, то мы увидим, что когда-то они были великими царями. Или великими мудрецами. То есть, они были великими учениками. Они служили своим учителям. Или они служили на акции в стране. И потом, в конце своей жизни, они достигли такого безразличия к материи. То есть, понимаете, у нас не получится продвигаться, не отдав никому ничего. Или не предавшись никому. Потому что это говорит о том, что гуру, типа, это круто, но, как бы, когда ты встретишь Будду, убей его, ну, как говорят буддисты, да, там, когда, как только ты достигнешь совершенства от гуру, там, гуру можно сливать сразу же. И вообще, как бы, тогда ты уже никому ничего не должен. Это не так. На духовном пути, чем глубже мы движемся в мире любви, тем больше нам нужен будет мастер, который обладает любовью. Потому что мы не идем в мир отвлечения. В мире отвлечения там все понятно. А вот в мире любви всегда все непонятно. И поэтому путь бхакти, он другой. Мы исследуем пути в школе бхакти. Мы исследуем школе йоги или школе нирваны, да, которая отрицает мир или считает, что ты часть божественного, ты достигаешь божественного, становишься божественным. Нет, это не наш путь. Поэтому в нашей школе так непонятно. Другие пути существуют, но мы считаем, что они абсолютные совершенно до конца. Мы считаем, что они лишь промежуточные. Мы вообще считаем, что кроме бхакти, кроме любви нет ничего, потому что это единственная потребность. Такова идея вайшнавы. Поэтому вайшнавы не могут двигаться за счет каких-то собственных там озарений. Они не считают, что это ценно. Они всегда находятся в обществе трансценденталистов. Если кто-то достиг какого-то состояния, переживания, он всегда делится этим с другими, такими же какими. Но на высшем смысле какие-то очень возвышенные преды. Они могут это испытывать. Они могут не общаться, они могут никому ничего не объяснять. Они в Шамад Бхагавата написаны. Бхагавата атманом, атманом. То есть когда ты видишь прозревшую душу, Бхагавата атманом, атманом. То есть он видит в каждом частичку божественную. Он видит, например, что передо мной сидит кто-то несовершенный. Для совершенной личности все совершенно. Но это уровень. И мы не можем его иментировать. То есть он не видит разницы между добром и злом. И люди, конечно, любят прикалываться над этим. Но если посмотреть историю с Шамад Бхагаватом, Махарад Джада Бхагавата, который был сыном Махараджа Ришадхи, был величайшим йогом, в одной жизни родился оленем. В следующей жизни он родился, и он уже помнил, что он не успел достичь совершенства в йоге, он уже помнил, как он был оленем. И он в этой жизни вообще решил ни с кем не разговаривать и косить на дурачка. Но он был настолько глубоко реализован, что когда бандиты поймали его и решили принести его матери Кали в жертву, он не сопротивлялся. Он не сопротивлялся, когда они его там мыли, умощали, принесли к жертву на алтарю, занесли над ним меч, хотели отрубить ему голову. Он просто сидел на дитации, улыбался, увидел перед собой плагиню, качал. Своим палачам помогали, меч точили там. Потом стали там танцевать, что-то петь там, вошли в экстагл. Хорошо поете, ребята? Ну вот, то есть перед лицом смерти он не был, потому что он думал, ничего плохого не может совершиться с источником. И поэтому он великий святой, может даже, собственно, смерть принять. Но Хараджи Джадабара, мы знаем, он не принял смерть. А что произошло? Божество взорвалось, богиня Кали вскочила с алтаря и этим же мечом отрубила голову всем разбойникам. И он спокойно там шел. И пошел. То есть такие удивительные вещи описаны в Шамая Бхаграта, такие удивительные личности описаны в Шамая Бхаграта. Бхаттинатакурс в Кришна Самхите объясняет, что Кришна Лила не является исторической или вымышленной. То есть все, что происходит на духовном плане. Ну вот я вам сейчас сказал, что это Джадабарта. Кто скажет, прекрасная сказка, ничего подобного. Кто скажет, давайте делать раскопки исторические, этот трекать. Ну мы можем найти какие-то там записи о Махараджи Барате, потому что Индия называется Барата Варша в честь его имени. Но мы не можем доказать, что там калия соскочила с алтаря. То есть поэтому мы не можем это рассматривать не как историческое событие, которое мы можем, ну скажем, ну так, как ученые про трекать, да, там сказать. Или как вымышленное событие, это не фантастика. Теперь я вам приведу очень хороший пример, где это и как происходит. Потому что Баратина такой говорит, что Кришна Лила происходит всегда в сердце, сама осознавшая Лила в личности. Я вам приведу очень простой пример, который вам помню. Представим, Кришна Лила это игра. Ну предположим, самую такую игру, которую мы знаем, это футбол. Ну я вам задам пример, где происходит чемпионат по футболу. Ну вы скажете, ну Бразилия сегодня, завтра в Украине, послезавтра в России, там еще где-то в Европе. Так или нет? Ну он как бы происходит. Так же как Кришна путешествует из Вселенной в Вселенную, чемпионат мира по футболу путешествует из страны в страну. Но если интересный момент, вы подпишитесь на канал чемпионата мира в Ютубе, где он происходит? Он происходит тогда, когда вы загрузили его и смотрите. И одновременно вы смотрите, что происходит в Бразилии, или в России, или так далее. То есть понимаете, если вы загрузили свое сердце, то есть мы говорим, что в Ютубе есть такие удивительные возможности, неужели в духовном мире нет таких? Если наше сердце подключено к космическому Ютубу божественному, то мы всегда будем видеть, где это происходит. В этой Вселенной, в той Вселенной. Это не важно. Важно, что это происходит сейчас в нашем сердце, потому что мы все равно остаемся индивидуальным зрителем, и мы получаем свой индивидуальный экспириенс. Это очень просто. Когда мы заходим в интернет, скачиваем какое-то кино, смотрим его днем или ночью, или в самолете. Мы можем, конечно, поехать на премьеры Каннского фестиваля в Канн, если мы удачливые души. Также некоторые удачливые мудрецы были во время того, как Кришна существовал в этом мире и так далее. Скажем так. Но, скорее всего, мы скажем, а это что, доступны только им? Ничего подобного. Если мы подключились к этому каналу, тогда это сейчас происходит в нашем сердце, несмотря на то, что могло происходить миллион или миллиард, в другой вселенной и так далее. То есть, все говорит, а насколько наше сердце прокачано, какие у нас настройки, какой у нас download speed, какой у нас там care. То есть, понимаете, да? То есть, насколько прокачано и проапгрейтено наше сердце. Понимаете, кто-то может там качать в час по чайной ложке, а у кого-то там суперканал, который видит все это, и он переживает, он еще и комментирует этот футбол. Так? Ну, местечковый ответ, конечно, на примере. Очень понятно. То есть, если божественное существует, оно никуда, это как солнце. Вопрос следующий. Сейчас солнце, сейчас в Томске, например, солнце садится, а в Хабаровске оно поднимается, а в Москве оно там в Зените, а в Нью-Йорке сейчас ночь. Вопрос, где солнце? Смотри, с какой стороны мы смотрим на солнце. Кто-то говорит, да нет Бога вообще. Посмотрите, нет Бога. Бога нет. Никто не верит в Бога, как в нашей стране. Да, этого не существует. А в другой месте все говорят, да вот Он, Господь, смотрите, как же можно на Него не верить? А кто-то говорит, ну нет, это… А тот, кто, например, находится на трансцендентном плане, он всегда двигается за солнцем. И он всегда находится в лучах солнца. И поэтому истина состоит в том, что солнце одновременно и есть, и нет, и встает, и садится. А другая истина состоит в том, что тот, кто стремится к свету, он всегда движется за этим светом, он всегда в лучах света. А относительно самого солнца все хорошо. Понимаете, да? А также и такая удивительная качество Вселенной, где бы ты ни находился во Вселенной, ты всегда будешь находиться в ее центре. Ну и поэтому в любой мы приедем в Томск, и нам скажут на ухо, «Слушайте, хотите, я вас отвезу на центре земной оси?» Ну как бы я пух Вселенной уже видел везде. Каждый человек считает, он здесь, у нас в Томске. Почему? Потому что каждая Вселенная обладает удивительным качеством. Где бы ты ни находился, там центр. Опять же, в каком сознании ты пребываешь? То же самое Кришна, Он движется везде. И если вы пребываете в сознании Кришны, вы законнектны, вы в онлайне, то должно быть подлинное подключение. Когда приезжаешь на Украину, на вашем рахунке нема гроши. Вроде ты подключен, а гроши нема. То есть ты как бы не отдал ничего. Ведь подключение к Высшему миру состоит в качестве отдающего. Ну так же, как и здесь, понимаете, все просто. Какой у тебя тариф, какая у тебя скорость, в какой степени. То есть какая у тебя необходимость. А может быть ты сам провайдер? Можно ставить провайдера, подключать других. Вот это вот такой короткий ответ. Но поскольку мы говорим с вами о понятных реалиях, я их использую. Если 5000 лет тому назад я говорил про Beeline, МТС, тарифы, провайдера, то было бы непонятно. Сейчас нам понятно этим языком. Поехали. Поехали. А как они? Смотрите. Продолжение следует...